Всем изи привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. И сегодня видео про ваших любимых хомячков Роборовского. Я знаю, что вы их любите точно так же, как я. И я вам хочу про них рассказать новости, потому что у меня эксперимент продолжается. Вы помните о том, что я хочу все-таки сделать стайку из хомяков. И, в общем-то, существует миф о том, что хомяки Роборовского живут вместе. Но у меня так сложилось, что вот как-то не получается, чтобы у меня получилась стайка. Говорят, что девочки-робики живут вместе. Я вам скажу, вот сейчас там как раз происходит потасовка. Такая странная, непонятная. Вроде бы они друг друга чистят, моют. Да, смотрите, мама пошла дочь домывать. Говорит, что-то ты сегодня грязная на голову и залезла. Говорит, моем голову тебе. И сегодня они вроде бы так чистят друг друга, как крысы. Крысы любят друг друга чистить. Если у вас живут крысы, вы это видели. И ведут себя довольно спокойно. А вчера ночью у меня опять стоял писк. Подпишись, даже если у тебя лапки. Короче, девчонки опять пищали. Если вдруг вы не в курсе, то это одна мама, а вторая ее дочка. Они живут вместе с момента, как дочка родилась. У нас родилось трое хомяча, девочка и два мальчика. И вот девочки живут вместе, мальчики живут вместе. Мальчиков тоже покажу, но уже завтра. И смотрите, что у нас получается. У нас девчонки вместе живут, но при этом они периодически начинают у меня пищать так же, как не хотели дружить две сестры. До этого у меня хомяки Роборовского были те, которые были две девочки. Они жили вместе, мы их Твиксы называли. И вот не захотели эти сестры жить вместе. Короче, они у меня пищали друг на друга. И я даже одну отбивала от другой, потому что она кусалась. И кусала очень сильно. Покусала она у меня вторую сестру. Пришлось мне их расселить и стали они жить раздельно. Смотрите, положила червячков на входе. Надеюсь, что хомячок выйдет съесть. Но хомячок решил выйти через другой выход. И идти туда же, где сидит второй хомяк. Вот странные животные. Они, кажется, проводят очень много времени вместе. Весь день спят в обнимку, чистятся. Но периодически, раз в 3-4 дня, они начинают драться и пищать друг на друга. Я пока за всем этим процессом наблюдаю. Может быть, это идет такая притирка. Но если вдруг у меня случится так же, как случилось с предыдущей парочкой самочек, то я, конечно, буду их рассаживать. Мальчишки себя пока ведут спокойно. И еще у меня эксперимент такой же проходит на хомяках Кэмпбелла. Ой, и что у меня здесь? У меня здесь капец, как всегда. Пацаны, короче, как обычно, устроили у меня бардак полный. Вот не люблю хомяков бардак. Но эти пацаны живут вместе и устраивают бардак. Вот это же братья. Вдвоем живут. Они у них все хорошо. Привет, Рыжик. Держи, кушай. Кстати, братья Кэмпбелла у меня так же мирно живут, как и мама с дочкой. Привет, Кузя. Привет, Кузя, я здесь. Кузя, вот, держи. Вкусняк у тебя принесла. Я знаю, что ты такое любишь. Вот странные хомяки. Они в лапы не берут, не забирают у меня. Все время сидят из рук, чтобы я им держала. Тогда они едят. Рыжик, где ты тут? Где ты тут? Где ты тут? Ну, уже, пацаны, да что же вы ничего не видите? Вот насколько добродушное создание. Кэмпбелла у меня вот этот выводок очень ручной и очень спокойный. Вообще не агрессивные пацаны. Такие, ну, как медведи, короче, два. И они живут вместе. Единственное, что мне не нравится в пацанах, то, что они постоянно бардак наводят. Они все переставляют, обгрызают, буянят, насколько могут. Здесь вот насыпешь им еду. Они возьмут сюда, накидают мусора. Вот я их вечером только кормила, насыпала им корм. Они здесь порылись, закидали все опилками и устроили кавардак. И мне нужно им еще песок поменять. И смотрите, они живут, получается, парой спят вместе, не кусаются. Пока я довольна. То есть, получается, стайку можно сделать не только из девочек, но и из мальчиков. Ну, по крайней мере, вот эти два пацана очень хорошо уживаются вместе. Кузь, ты куда? Ты куда ушел? Ох, Кузя меня оборал. Кузя говорит, не хватай меня со спины. Я боюсь, когда мне со спины хватают. Бери меня впереди. Смотрите, Кузька у нас был самый маленький, но он у меня был самый любимый. Я его больше всего любила за его черные прекрасные глаза. И все равно, Рыжик вырос большой, а Кузька остался чуть поменьше, чем Рыжик. Рыжик у нас все еще. Вообще, он должен уехать к хозяевам. Но у хозяев там некоторые проблемы. Они собирались уезжать и не хотели заводить хомячка до момента отъезда. Хотели уже полноценно с ним жить, когда вернуться из поездки за границу. Поэтому Рыжик живет сейчас пока у нас. Вот когда они уже съездят и вернутся, тогда они его заберут. Хотя пацаны так хорошо живут вместе, что я бы этот эксперимент не прекращала. Ну что, пацаны, я немного у вас тут порядок наведу по-своему, по-женски. Я бы хотела у вас песок поменять. А то что вы туда тоже опилок накидали? Сейчас поменяю, и вы хоть помоетесь. А то вымазанные такие. За день так выможетесь, как поросята маленькие. Так, пацаны, я у вас тут порядок в ванной навела. Ну-ка, бегом купаться. Кузя, сюда, за мной, за мной, за мной, братва. Вот сюда. Ну-ка, скорее купаться. Смотрите, песочек пришел, песочек пришел. Братцы, купаться, скорее купаться. Смотри, я песочком пахну. Пошли. Кузя, Кузя, надо мыться по утрам и вечерам. А то вы возьмете опилок, накидаете, а в опилках вы совсем не такие чистые, как в песке. Бегом купаться. Все, давай, ты первый. Принимай ванну. Вот так. Так, совсем другое дело, чистый хомяк. Сразу шерсть стала пушистая. Кузьма, Кузьма, идем купаться. Идем за мной. Вот здесь песок. Кузьма, ну что-то ты сбился с пути истинного. Вот смотри, песок, брат уже купается. Что-то Кузя у нас тормозит немного. Так, да, давай. Вот как маленькие дети, не хотим мы купаться, да. Кузя, пошли купаться. Смотри, что у меня есть. Кузя, погнали. Погнали за мной, за мной, за мной, за мной. Ну, смотри, мы идем купаться. Ну, скорее, скорее. Вот некоторые дети не любят купаться. Так, Кузя, вот здесь вот. Вот, все, мойся. Главное было довести до песка. А там уже все сработает. Некоторые говорят, почему мой хомяк не купается? Я не знаю. Мои хомяки всегда купаются. Может, у вас какой-то песок неправильный. У нас песок правильный. Поэтому хомяки купаются. И еще у нас, как видите, главное довести до песка, чтобы он его нашел. Нашел он песок, а потом у него просто срабатывает природный инстинкт. Начинает хомяк мыться. Так что все нормально. И, кстати, вот эти маленькие хомячки, которые Кэмпбелл, Джунгарики, китайские хомяки, хомяки Роборовского, им без песка вообще нельзя. Потому что они в такой местности живут в природе, что им очень-очень-очень надо мыться. Иначе они будут... Видели, какие они были до мытья? Шерсть у них расслаивается. А помылись уже совсем пушистые хомяки. И стало все прекрасно. А теперь можно и попутешествовать. Видите? Все, молодцы, замечательные хомяки. Вот так вот. Вместе, кстати. И совершенно ни из-за чего не ссорятся. Ладно, за то, что ты первый пошел мыться, на тебе еще одного червячка. Ты скушаешь. Большой любитель, ты же не кушаешь. Ты же за щеку складываешь. И тебе второго червячка. Кузьма. Люблю с этими хомяками пообщаться. Только Кузя тормозит немножечко. Держи. А Кузя, видите, он из рук только берет. Ему лень лапками держать. Ох, чудной он у нас ребенок. Вот. Кушай. Молодец. Ну, зато он запасы не делает, потому такой мелкий. Вот. Мало ел и плохо вырос. О-о-о-о. Поехали, пацаны. Ну что, ребят. У меня огромное количество посылок. У меня огромное количество писем. Давайте что-то скорее распаковывать. А то иначе вы расстраиваетесь, что она у нас очень долго лежит. И сегодня у нас письмо от Дарьи из Калининградской области. Мне кажется, это даже больше на посылку похоже. Огромное количество записок и каких-то небольших сверточков. Тут надпись «Повесьте на стену». Пожалуйста. На стену просят повесить наш логотип канала, кнопку «Подписаться» и это лайк, наверное. Или колокольчик. Передам этот рисунок Алисе, пусть она решает. Загадки. Я, наверное, потеряла где-то было уже письмо. Итак, загадка первая. Рыжий зверь смешанной породы ест траву. Смешанной породы. Это... Вася. А-а-а! Это кот Вася! Спасибо за подсказку. Я бы не догадалась. Труслив зверек, молод зверек, после своего друга кушает. Может быть, это Умка? Да, он очень молодой, трусливый и ест только после того, как поел на фане. Отгадки! Вася и Умка. Ура! Мы угадали все вместе. А это, наверное, письмо. Так. Письмо, но оно оформлено. Здесь написано. Хомячата Ореши, меня удивили. На кого похоже? Вы подписаны, поделиться. И письмо было написано, когда у нас было еще 299 тысяч подписчиков. А давайте узнаем об авторе. Привет, изи семья. Я второй раз отправляю письмо. Желаю вам счастья, веселья, чтобы Алиса училась на одни пятерки. Я передаю большой-большой привет вашим питомцам. И рисунок. Окно, рыба лежит на столе и внизу сидит кот Василий, сторожит эту рыбу. Ну и переходим, конечно же, к сувенирам. Первый сувенир нашему оператору. Шурику. О, я тебя поздравляю. Тебе прислали конфету из Калининграда. Я даже смогу, наверное, прочитать, что это за конфета. Шоколадная. Да, это шоколадная конфета. Она называется Вулкан Лесной Орех. Вот так вот выглядит конфета, которую пересылала почта. Они там очень любят конфеты. Даже у нас несколько украли в прошлой посылке. Вот. Это конфета из Калининграда. Спасибо. А мне тоже прислали конфету из Калининграда. Слушайте, Алиса подтянулась. Говорит, я тоже конфету хочу. Сейчас момент. Я узнаю, что у меня за конфета. Потому что это же практически конфета заграничная. Ну, для тех, кто хорошо знает географию, те знают, где находится Калининград. Конфеты шоколадные, лесной орех, вулкан. У меня такая же конфета. Но я ее съем попозже, потому как я не смогу одновременно оживать и распаковывать. Для Алисы. Тоже прислали конфету и тоже зеленую. Я думаю, что это такой же точно вулкан. Алиса забрала у меня вместе с оберткой. Я думаю, что ей конфета импортная очень даже понравится. Так, а это сухая рыбина. Что-то Вася сегодня на распаковку не пришел. Возможно, это сухая рябина. Я не думаю, что нам прислали рыбу. Фух, рыбу нам не прислали сухую. А нам прислали сушеную рябину. Рябину можно дать, кстати, морским свинкам. Она им очень-очень полезна. Рябину у меня также едят крыски. Я домешиваю в корм с сирийским хомячком. Ее тоже можно. Они так обрадуются. Спасибо огромное, Дарья, за то, что присылаешь нам письма. Честно говоря, приятно получать разные вкусняшки издалека. Алиса очень сильно радуется, когда ей что-то присылают из Калининграда. Ну, а мы тебе передаем огромный привет. Твое письмо попало в видео. И я надеюсь, что это письмо было не последним. Потому что у тебя замечательные рисунки, хорошие загадки и отличные подарки. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Встретимся завтра в новом видео. Не забудьте зайти на канал Изи Роза. Может быть, там вышел новый влог. Всем изи пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!